Вот такое объявление сегодня можно увидеть практически в каждой школе. Оно сообщает о том, что доступ в учебное заведение для посторонних запрещен. В этот список вошли и родители. Провожать детей они могут только до двери, а ожидать окончания занятий, если не на улице, то у поста охраны. В школьных чатах родители негодуют. Право попасть в учебное заведение считают, их лишили незаконно. Мало ли что им может понадобиться во время занятий принести забытые ребенком учебные принадлежности или форму, заплатить за питание или попросту встретиться с педагогом. Попасть к директору или классному руководителю, поясняют на посту охраны, можно по предварительному звонку. В том случае, если учитель свободен и находится в школе, родителя, безусловно, пропустят. Правда, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В противном случае, визит нужно будет отложить на другой день. Ограничение доступа в учебные заведения – мера вынужденное, пояснили в Управлении образования. Согласно постановлению правительства, школы должны создать антитеррористическую защиту своим воспитанникам. В свою очередь, руководители образовательных учреждений, учитывая требования примерного положения и особенности конкретного учреждения, разработали свои внутренние локальные акты, утвержденные приказом директора школы, об организации пропускного режима. Следует отметить, что введение пропускного режима, обеспечение санкционированного прохода как сотрудников, так и учащихся и посетителей, направлено в первую очередь на защиту законных интересов обучающихся и обеспечение их безопасности. Сделать предварительный звонок, а при посещении школы захватить с собой паспорт – пустяковые меры в сравнении с тем, чем может обернуться настоящая угроза. 13 января этого года по школам одновременно нескольких регионов прокатилась волна сообщений о минировании. Все они оказались ложными. Достаточно вспомнить случай в детском саду Нарьенмара, когда неизвестный мужчина беспрепятственно попал в здание и убил спящего ребенка. Поэтому работники образования просят родителей к ограничительным мерам отнестись с пониманием. Субтитры создавал DimaTorzok